Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Маналенко. Сегодня я хочу показать вам самые простые элементы для отработки, освоения техники рывка, техники толчка классического, которые можно использовать как в разминке, в принципе они используются очень часто в разминке перед тренировкой, так и для первоначального изучения элементов теоретических движений таких рывок и толчок. Собственно говоря, это всем известное представление в том, хватом или подверхать. Когда мы ставим ноги, ноги мы ставим при начале движения шире проекции плеча, наружной его стороной 5-7 см наружу. Поясница прогнута, таз оттянут назад, лопатки сведены, штанга находится условно говоря за головой, плечи тянем к ушам, то есть должно быть такое положение, должно быть уходить в такое положение. Кроме того, есть такой элемент как швунг рывковый и как уход рывковым хватом, вот эти все вещи, их очень хорошо комбинировать, то есть делать допустим приседания плюс уход плюс швунг, можно делать отдельно швунг-уход, можно комбинировать уход с швунгом. Вот эти все вещи помогут на работе хороший уход, удержание штанги на голове хорошего, ну и в принципе размяться, на работе с определенным локальным видом стратегии перед основной частью тренировки. Те же приседания РФКУ, там, Лига ГРХД, очень часто используют тренеры этих же атлетических залов для понимания, да, для того, чтобы просмотреть и понять, насколько талантлив, да, и подходит для занятий в артлечке человек. То есть посадили в рывковый сет, человек и посмотрели, как у него гибкость, как у него с координацией, как вообще у него с мышцами стабилизатором дело обстоит. Вот, это все упражнение достаточно простое, которое характеризует все эти вещи. Собственно, как выглядит уход из-за рывкового хвата? Уход мы выполняем с прямых ног, ноги мы ставим уже плеч, и с прямых ног уходим в сет на полную стопу, опять же, ацентируем на полную стопу. Швок рывковый выполняется примерно так же. Мы подседаем, очень важно при подседе колени не выводить вперед, таз не выводить вперед, таз сзади, подседаем колени чуть в сторону, чуть естественно вперед. И выталкиваем, уходим в сет. Часто, опять же, недочет, когда подсели, но не разогнули ноги в полное выталкивание, а вот с полусогнутых начали уходить. Разгибаться надо полностью. И опять же, часто недочет, когда уходят на носок, а не на полную стопу. Уходить нужно на полную стопу, для того, чтобы не терять равновесие, не терять опору с помостом. Собственно, может, как выглядит эта комбинация. Присели, допустим, на два раза, не вводим вперед, в такое положение, а здесь будет трудно, штампы за головой, вкусницы пробуют. Не вводимся на носки, опора на полную стопу, это очень важно. Уход лишь уйдет. В принципе, если вы профессионально, давно занимаетесь, то положение локтей у вас может быть любое. Ну, плесницы пробуют, опять же, спина натянута. Но для новичков я рекомендую локти ставить плоскость спины, чтобы выталкивание шурок сразу вверх. С такого положения локтей, как правило, многие могут вперед послать, либо лишнее движение для выталкивания. Так что локти ставят плоскость спины, плесницы пробуют, дополняем шум. И затем, допустим, выполняем уход. Уход с кривых ног. Ноги не сгибаем перед началом движения. Как бы отталкиваемся, вот штамп не вниз. Вот такие вот элементы для рывка. Для толчка, для взятия на грудь, для толчка с груди есть тоже простые элементы, которые очень хорошо используют для новичков. Такие, как на грудь X, взятие на грудь из паха. Все эти вещи тоже нужно выполнять правильно. Еще одна вариация есть ухода специализированным. Осваивать он на более позднем этапе. Изгибаем компактность носков. То есть, не с полной стопы, а с стопового положения. Уход, соответственно, с прямых ног. Уходим. На этом все. До встречи в следующем выпуске. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Также актуальная информация есть в нашей группе ВКонтакте, нашей группе Фейсбуке. Подписывайтесь и следите за новостями. Подписывайтесь на наш канал.